Добрый день Добрый день, уважаемые коллеги. Я всех рад вас приветствовать. В очередной раз, не просто в очередной раз, а в девятый раз мы с вами собираемся, чтобы подвести итоги уходящего года и подвести итог нашей с вами совместной девятилетней работы. Это было очень интересное время. И самое главное, что все эти годы характеризовались одним вектором. Это вектор постоянного совершенствования нашей с вами деятельности. И, уважаемые коллеги, я хочу кратко изложить эти основные итоги. И начнем с того, что главная цель, которую мы поставили на 2023 год, это было добиться или сохранить устойчивое развитие нашего санатория. Были определены задачи. Это выполнение государственного задания и плана стратегического развития санатория на 2023 год. И, чтобы все это осуществить, мы с вами разработали, внедрили и эффективно управляем на сегодняшний день пациентоцентричной моделью. И вот обратите внимание, это уже третья версия пациентоцентричной модели, усовершенствованной. И вот обратите внимание, культура, корпоративная культура, она сегодня не просто корпоративная культура, а это культура качества и безопасности. И самое главное, посмотрите, вся эта модель, весь этот круг, который работает сегодня под целью непрерывного совершенства, он нацелен на одно, чтобы оказать высокого качества услуги нашим пациентам. И что? Пациенты должны быть удовлетворены, они должны стать лояльными. И, соответственно, они формируют основной пациентопоток, это поток повторных пациентов. Чем характеризовался 2023 год? 2023 год – это год значимых достижений и непростых вызовов, очень непростых вызовов. Прежде всего, какие непростые вызовы и как с ними справился коллектив нашего санатория? Прежде всего, это организация медицинской реабилитации контингент СВО, которая определяла это прием в госпитальном звене, прием в санаторий, организация медицинской реабилитации, контроль, выписка, отправка, пункт обеспечения убытия. Уважаемые коллеги, надо честно сказать, мы столкнулись с очень серьезными проблемами. Но, так как у нас достаточно профессиональный коллектив, который способен решать сложные задачи, мы разработали алгоритм действий при организации медицинской реабилитации контингент СВО, который наверняка в единственном числе сегодня представлен среди всех санатон-курортных организаций, которые оказывают медицинскую реабилитацию. Второй момент. Вы помните, что мы столкнулись с решением главного медицинского управления о прекращении приема с 3 ноября. И если бы не предприняты были бы определенные моменты, мы потеряли бы с вами 25 миллионов рублей. Но в результате той работы, которую руководство предприняло, объяснив и аргументировав необходимость все-таки поддержать коллектив и разрешить, мы потеряли всего 4,5 миллиона рублей. И 26 ноября вы знаете, что на Крым обрушился шторм века. И, к сожалению, мы одно из немногих учреждений, которое достаточно сильно пострадало, общий ущерб оценивается в 28 миллионов рублей. Теперь, уважаемые коллеги, главное, что является базисом для устойчивого развития, это финансовый результат. Поэтому я хочу проанализировать финансовое положение как основу устойчивого развития. И напомню вам, что мы определили 6 уровней. И в этом году, в отличие от предыдущего года, в 2022 году у нас было 4 уровня. Мы побывали в 4 уровнях. К 3 уровням 2023 года, в 2022 году еще было благополучие. Мы начали с вами очень активно до начала спецоперации. К сожалению, 2023 год был более сложным, и мы с вами прошли 3 уровня. Стабильное, сложное и крайне сложное финансовое положение. И самыми сложными месяцами у нас оказалась осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, и первый месяц зимы, декабрь. И вот мы с вами проводили анализ по 3 месяцам, с сентября по ноябрь. И вот здесь представлен анализ декабря. К сожалению, в декабре сохраняло сложное финансовое положение. И по отношению к октябрю месяцу мы ушли по финансовому результату в минус 17%. Общий итог 2023 года. Мы вышли на цифру почти 707 и 500 тысяч миллионов рублей. К сожалению, этот результат ниже самого лучшего нашего результата 2021 года на минус 25%. И вот здесь вот я представляю распределение по уровням финансового положения в 2023 году. С января по август у нас было стабильное финансовое положение. В сентябре оно было крайне сложным. И октябрь, декабрь оно сложное. То есть мы ушли из крайне сложного и стабилизировал ситуацию, но все равно оно сохраняется и характеризуется как сложное. И в соответствии с этим начальникам санатория принято решение для расчета стимулирующих выплат в декабре 2023 года определить стоимость одного балла 900 рублей. И вот здесь я привожу анализ сравнения средней стоимости балла. В 2022 году она составляла 840 рублей. В 2023 году составила 900 рублей. И несмотря на то, что, еще раз хочу повториться, мы ушли в минус 25% от финансового результата 2022 года. И, уважаемые коллеги, вот здесь представлена динамика нашей с вами совместной работы на протяжении 9 лет. И это путь, напомню вам, от 344 миллионов рублей, которые коллектив санатория заработал в 2014 году. Мы достигли максимального результата 935 миллионов рублей в 2021 году. И самое главное, тот результат, которого мы достигли в этом году, он входит в пятерку лучших результатов финансового положения за 9 лет. То есть мы можем смело говорить, что мы достигли устойчивого положения. И исходя из тех проблем, с которыми мы уже сталкиваемся второй год, как и все организации, которые находятся на территории Республики Крым, это резкое ухудшение логистической составляющей, то есть связь с материком. И, соответственно, это вызывает трудности при поступлении пациентов. И самое главное, что, обратите внимание, да, у нас уменьшилась значительно коммерческая составляющая или финансовый результат за счет коммерческой деятельности, но у нас увеличилась субсидия, то есть мы за счет того, что мы в большем объеме выполняем объем государственного задания и по услугам санаторно-курортного лечения, и по услуге медицинской и медико-психологической реабилитации. Поэтому здесь мы выполняем те задачи, которые поставлены Министерством обороны в лице Главного военного медицинского управления. И вот, уважаемые коллеги, динамика фонда оплаты труда и средней заработной платы. Несмотря на сложность положения, да, и с учетом того, что мы ушли в минус 25% от 2021 года, у нас сохраняется тенденция роста средней заработной платы. И обратите внимание, с 2019-2014 году мы вышли в этом году на рекордную среднюю заработную плату по нашему учреждению почти 42,5 тысячи рублей. И, соответственно, фонд оплаты труда у нас увеличился с 97 миллионов до 357 миллионов. Это является основой, и это смогло произойти в результате того, что мы значительно улучшили свою деятельность и улучшили финансовое положение. Общий итог деятельности санатория в 2023 году мы проводим оценку по двум составляющим. Прежде всего, это выполнение государственного задания и выполнение плана стратегического развития. Мы выполнили с вами государственное задание по услуге санаторно-курортного лечения на 95%, при допустимом отклонении в 15%, по услуге медицинской и медико-психологической 100%. И мы получили оценку «Отличный». Давайте мы поаплодируем нашему коллективу. Потому что в этом году это очень сложно. Мы были поставлены в очень жесткие рамки, у нас были очень сложные обстоятельства. Но вот та команда, которую мы сформировали, не просто коллектив, а команда коллектива, сумела преодолеть эти сложности. Мы побили рекорды по всем направлениям. И самое главное, что мы выполнили очень сложные задачи по организации медицинской реабилитации контингента СВО. Теперь выполнение плана стратегического развития. Это вторая составляющая. На 87,1% мы выполнили с вами план стратегического развития, который мы запланировали в 2022 году. Если отлично брать 100% выполнение, то 87,1% нам позволяет поставить, мы округляем в большую сторону, 4,4 балла. И в итоге мы должны сегодня с вами получить общую цифру, то есть общий итог деятельности коллектива. Мы складываем эти цифры, то есть выполнение государственных заданий и выполнение плана стратегического развития и получаем 4,7 балла. Из максимальных 5 баллов. Это высокий результат. Я поздравляю коллектив с очень значительным результатом. Еще раз хочу сказать, если бы мы не создавали систему менеджмента качества, если бы мы не формировали профессиональные навыки нашего коллектива, наших сотрудников, если бы мы не работали над корпоративной культурой, если бы мы не внедряли высокоэффективные методы системного управления качеством сервиса, конечно, было бы сложно в той геополитической обстановке, в которой мы на сегодняшний день работаем, достигнуть таких результатов. Поэтому я хочу весь коллектив искренне поблагодарить за профессиональное отношение к своим служебным обязанностям. Сложно было. Но, тем не менее, мы смогли и мы вышли на эту высокую цифру. Ну а теперь, уважаемые коллеги, давайте с вами еще раз переживем этот 23-й тяжелый год, сложный. Но, тем не менее, он был достаточно эффективным. Итак, внимание вашему предоставляется фильм «Итоги года 2023». Пожалуйста. В 2023 год для коллектива Сахского военного клинического санатория имени Николаевича Пирогова был годом значимых достижений и непростых вызовов, которые были успешно преодолены благодаря сплоченной высокопрофессиональной работе коллектива, неуклонно стремящегося к достижению высоких стандартных качеств предоставляемых услуг. Санаторий вынужден был продолжить работу в сохраняющихся условиях, в значительном ухудшении логистической составляющей для Крымского полуострова, выраженного снижением потока пациентов и финансовых доходов. Коллектив санатория Пирогова за последние 9 лет столкнулся с обстоятельствами непредалимой силы. В ноябре на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес тормовой погоды с линиями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Мощный шторм, настигший Крым, нанес серьезные повреждения инфраструктуре и парку заповеднику санаториями. Получили серьезные повреждения крыши Крымого бассейна, танцевального зала, теннисного корта, 67-го пропуса. Часть деревьев была вырвана с корня, повалена, сломана и получила другие повреждения. Основные последствия стихийного бедствия включают повреждения 15 объектов инфраструктуры санатория, а также уничтожение 60 деревьев и пустарников, включая 48 гидров, занесенных красных домов. Общий ущерб составил более 28 миллионов рублей. Благодаря слаженной работе всех слов в санаториях, комфортное пребывание пациентов и лечебный процесс были обеспечены без перебоев в полном объеме. Проведены масштабные работы по восстановлению территории. Специальные группы работников были задействованы для устранения последствий урагана, а также для восстановления пострадавших объектов и уборки территории. В городе более 50 упавших деревьев, вывезено более 20 тонн мусора, разработаны меры по сохранению и восстановлению природной среды. Несмотря на сохраняющиеся и новые сложные обстоятельства непреодолимой силой, коллектив санаторий решил ключевую задачу, поставленную главным военно-медицинским управлением. Полностью выполнил государственное задание, провел 2023 год под знаком совершенствования системы менеджмента качества. Отделение реализации и распространение санктома уроженных путевок, несмотря на логистические сложности, обеспечило высокое и благодичное заполнение на санаторий как льготным, так и коммерческим контингентом. Отделением принято и обработано более 10 тысяч заявлений льготной категории граждан. Выдано более 5,5 тысяч уведомлений на весь период 2023 года, что позволило выполнить самое сложное государственное задание по услуге санаторно-курортного лечения в установленном объеме. В работу отделения внедрены инновацией, проведена автоматизация смены статуса заявления члену семьи заявителей, что позволило не только существенно сократить время обработки заявок, но также минимизировать количество ошибок. В СРМ-системы добавлены новые поля для оптимизации работы. Регулярно актуализировалось интерактивное приветствие, корпоративные книги сценария в продаж на общем ресурсе. Дальнейшее развитие получила комплексная информационная система санатория. Введена информационная система учета материальных средств, что позволило провести переход служб и материально ответственных лиц к ведению книг учета в электронном виде. Введена функционал внутреннего электронного документа оборота информационной системы 1С-бухгалтерия электронная подпись, что позволило в электронном виде подписывать инвентаризационные подписи, расходные кассовые ордера, накладные на внутреннее перемещение товарно-материальных ценностей, авансовые отчеты. В информационную систему учета материальных средств 1С-предприятие введена вся база медицинского имущества санатория. Это позволило сократить время на поиск заданной единицы медицинского оборудования, оперативно проводить сверху с материально ответственными лицами, проводить анализ своевременного формирования документов на медицинское оборудование и в целом эффективно решать все задачи по учету и списанию медицинского имущества. Развитие получилы и комплексной медицинской информационной системы. Разработан модуль списания медикаментов, шаблон медицинского документа флюорография с прикреплением изображения, шаблон документа заседания мультидисциплинарной лимитационной команды, шаблон документа протокола заседания врачебной комиссии, шаблоны для бактериологической лаборатории, автоматическое создание выписного эпикриза, которое позволяет автоматически подтягивать данные из ранее созданных медицинских документов, шаблон информированного добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство. Добавлена возможность выведения логотипа санатория, напечатанной формы медицинских документов. Для улучшения идентификации информационной системы добавлена световая маркировка вида гостя. Разработаны непосредственно в инвестиционной системе печатной формы договоров, что позволило 8 раз сократить время их формирования и положительно повлияло на качество работы приемного отделения, медицинских регистраторов и администраторов отделения реализации и распространения санаторных органов путевок. Продолжена работа по развитию документационного обеспечения, совершенствованию форм и методов работы с документами. С помощью медленного модуля информационной системы 1С документный оборот проведет контроль за своевременным исполнением более 400 служебных документов. Данная программа позволяет контролеру сократить время на обработку и поиск документов с установленными сроками исполнения, просматривать ответственных исполнителей, а также контролируемые документы, фиксировать все задержки исполнения документов. С помощью модуля 1С документа оборот автоматизирован процесс оформления внутренней описи дела, что позволило значительно сократить время на подготовку документов для хранения. Финансово-экономическим отделом совместно с отделением обработки информации проведена работа по организации в программе 1С количественного учета поступления и расходования лекарственного обеспечения и медицинских средств для медицинской и медико-психологической реабилитации специального контингента. В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации в текущем году проведена большая работа по приведению деятельности санатория к требованиям профессиональных стандартов. В связи с этим 175 сотрудников прошли обучение по профессиональной переподготовке и повышению квалификации. Продолжено совершенствование материально-технической базы медицинских подразделений, приобретен аппарат для пассивного вытяжения позвоночника «Арметкинеза», комплектующий для установок экзак, роллы для миофасциального релиза. Специалисты отделения лечебной физкультуры прошли обучение по теме позвоночник 3D, прикладная кинезиология, миофасциальные цепи, динамическая мобилизация позвоночника и тазобедренного сустава. Разработаны и внедрены в работу новые методики. Тепловизорная диагностика заболеваний периферической нервной системы, электродрегинг лекарственных веществ, зеркальная терапия. Введены новые медицинские услуги, клиника психологической и психогиагностической обследования, индивидуальная психотерапия, групповая психотерапия, вакуумный массаж лица и шеи, фасциальная, групповая индивидуальная гимнастика с использованием миофасциального релиза, прием медицинского психолога. Организован амбулаторный прием для жителей и гостей Крыма. 13 врачей и 32 медицинские сестры прошли аттестацию на присвоение квалификационной категории. На сегодняшний день в санатории 34 врача и 54 медицинских сестер первой и высшей категории. Периодическую аккредитацию прошли 2 врача и 6 медицинских сестер. Два врача прошли повышение квалификации по программе организации здравоохранения и общественной здоровья. Дополнительно два врача прошли обучение по программе профессиональной переподготовки по специальности физической и лимитационной медицины, что позволило санаторию в своем составе иметь 5 врачей по данным специалистам. С целью развития внутреннего маркетинга, разработанного и пациентам санатория, представлена брошюра о медицинских услугах энциклопедии в процедуре. По QR-коду в энциклопедии можно зайти на сайт санатория с актуальным бесплатным услугам. Подготовки брошюры приняли участие врачебный состав и средний медицинский персонал. В федеральной службе по интеллектуальной собственности Роспатенте зарегистрирован товарный знак санатория. Сотрудники отдела материально-технического обеспечения полностью выполнили запланированные мероприятия, организовали бесперебойную и безаварийную работу всех подразделений по обеспечению эффективной деятельности санатория. По инициативе и поддержке руководства санатория силами отдела материально-технического обеспечения проведены строительные ремонтные работы по созданию нового помещения медицинской регистратуры на втором этаже Центра досуга и питания в стоматологическом кабинете и части номерного фонда Центра медицинской реабилитации. Проведет капитальный ремонт кабинета лечебной души и помещения приемного отделения. Приемное отделение приобрело облик помещения, соответствующего статусу санатория премиум-класса. Продолжено озеленение территории санатория, высажено более 13 тысяч однолетних и более 800 многолетних растений, в том числе луковичных первоцветов. С целью улучшения качества обслуживания пациентов в подразделениях разработаны книги конфликтных ситуаций, которые возникли при коммуникации пациентов с сотрудниками. Описаны варианты этих ситуаций и пути их решения. Варианты обсуждались в подразделениях, прорабатывались вопросы, кто и какие решения может принимать в каждом конкретном случае, что может предпринять сам сотрудник, какие у него есть полномочия. Дополнительно для сотрудников прописывались возможные речевые модули в решении той или иной конфликтной ситуации. Наполнение этих книг и их интерактивная коллективная проработка является эффективным методом повышения качества коммуникации персонала с пациентами. С целью оптимизации процесса уборки палат из зон общего пользования рабочей группой санаторий проведено нормирование труда санитарок Центра медицинской реабилитации по современным передовым технологиям. По итогам нормирования пересмотрен график работы санитарок, перераспределённых труд, оптимизирована разнарядка, а также проведено обучение по улучшению качества обслуживания уборки, использованию уборочного инвентаря и средств профессиональной химии, что позволило вывести работу санитарок на принципиально Новый год. В Центре досуга было проведено более 3,5 тысяч культурно-досуговых мероприятий пациента с охватом более 27 тысяч километров. Основными формами работы Центра стали концерты, танцевальные вечера, культурно-развлекательные программы, тематические вечера, караоке, вечера живой музыки, творческие мастер-классы, акварельные арт-вечеринки, музыкальные вечера, фортепианы, музыки и саксофоны, спортивно-оздоровительные мастер-классы по зумби, восточным танцам. На протяжении года с целью раскрытия творческого потенциала сотрудников, укрепления корпоративной культуры, дальнейшего сплочения коллектива проводились профессиональные творческие конкурсные программы. Проведён цикл профессиональных медицинских конкурсов, конкурс мастерства команд поворотов и пациентов, творческий конкурс декоративно-прикладного искусства «От сердца к сердцу поклонимся к великим тем годам». В 2023 году в санатории родилась ещё одна традиция – я у родителей на работе, во время которой юные пироговцы посетили приёмное отделение, где увидели награды, которыми был удостоен коллектив за последние 9 лет, познакомились с историей здравницы, побывав на экскурсиях по территории и музею санатория. Но самое главное – ребята получили уникальную возможность принять участие в совещании начальника санатория, сфотографироваться в кресле руководителя и оставить себе на память фото этих незабываемых моментов. Продолжила свою работу детская студия «Пироговья», совмещающая в себе уникальный формат развивающей и обучающей платформы. Студии индивидуально подходят каждому ребёнку, создавая для него психологически комфортные условия, давая ему возможность проявить себя в творческой деятельности, найти своё «Я». Все мероприятия в студии – анимационные программы «Мыльные пузыри», «Супергерои», «Богатырская сила», «Мир динозавров», танцевальная программа «Ловилий», интерактивная программа «Головоломка», разнообразные творческие мастер-классы, физкульт-минутки, мини-спектакли и концерты, поставленные силами детей, предоставляют им возможность с интересной пользой провести время отдыха в санаторий. В этом году детям были предложены новые интерактивные познавательные мероприятия, «Мир профессий» и ознакомительные экскурсии в лечебно-тернастический центр «Санаторий». Экскурсионные программы стали проводиться не только для пациентов и детей, но и для детей-сотрудников, учащихся в школах города Саки, представителей общественных организаций города. Сотрудники Центра досуга продолжили интенсивную работу по развитию основного сайта «Санаторий» и восьми аккаунтов в социальных сетях – «Телеграмм», «Контакте», «Одноклассники», «Яндекс.Цен», аккаунты «Санаторий» имени «Пирогова» и «Пирогова продакшн». Благодаря активной работе общая численность подписчиков составила более 38 тысяч. Каждый аккаунт уникален и имеет свою специфику. В аккаунте «Санаторий» имени «Пирогова» размещается актуальная информация о предоставляемых услугах, советы врачей и медицинских специалистов, отзывы пациентов, рубрика «Школа здоровья» в Астону, информация об инфраструктуре здравницы, досуга на мероприятиях, событиях, которые происходят в «Санатории», о достижениях и наградах здравницы и сотрудников. «Пирогова продакшн» делится закулисной жизнью Центра досуга, освещает концертные программы и культурно-досудовые мероприятия. Все мероприятия снимались в телестудии «Санатория» и «Пирогова продакшн» и были выставлены в социальных сетях. Для более эффективного продвижения бренда «Саногория» была расширена рекламная программа, демонстрировалась аудио-видеореклама, размещались бейборды, баннеры, печатная реклама. Большим событием в жизни «Санатория» стало открытие обновленной современной библиотеки, которая прошла в интересной форме с погружением в историю и поэзию. На базе «Санатория» создана волонтерская группа «Сердце за мир», состоящая из жителей города Саки и сотрудников «Санатория», которая занимается организацией и проведением акций «Милосердие», а также благотворительной поддержкой участников специальной военной операции. Медицинские персоналы в течение года подготовлены и проведены практические конференции. Современные технологии в сестринской деятельности, в рамках которой медицинские сёджеры были представлены докладами. Сестринская деятельность от историк-самередливости. Медицинская сестра как основное первичное звено при маршрутизации пациентов в Сан-Милосердии. Прикладная кинезиология, гуманная мышечная тестировка. Современные родные покрытия и методы фиксации. Риминационный метод лечения в реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Роль медицинской сестры реабилитационной внутридисциплинарной команды. Инструкторами методистами по лечению физкультуры подготовлена конференция «Лечебная физкультура основа формирования здоровья нации». В рамках конференции были представлены доклады на тему «Лечебная физкультура как метод восстановления здоровья», «Гидрореабилитация», «Скандинавская ходьба в реабилитации», «Кинезия терапия» с помощью установки экзарта, нейрореабилитация с помощью экзоскелета и экзоатлет, фасциальная гимнастика с применением миофасциального релиза. Завершился год проведения врачебной практической конференции «Актуальный вопрос врачебной практики в санатурно-курортной организации». В рамках конференции врачами были представлены доклады «Деятельность медицинских подразделений санатурья векторей развития пациента цитричной модели», «Дефекты медицинской документации при направлении санатурно-курортной лечения», «Анализ и пути решения проблем», «Возможности диагностики в условиях санатурно-курортной организации», «Санатурно-курортное лечение пациентов с постмастерокомическим синдромом», «Комплексное лечение псориаза и псориатической ратропатии в условиях санатория», «Инсульт, путь пациента, опыт лечения», «Организация медицинской репритации в условиях санатория». В конференции приняли участие члены урокного совета города САКИ, руководители и персонал ведомственных и других санатурно-курортных организаций. В плане повышения эффективности работы персонала в течение года на постоянной основе продолжили работу школы управления для расширенного состава административно-управленческого персонала по эффективному администрированию и тайм-награждению. Школа-сервисы для всего персонала санатория по теме эмоциональный интеллект как условие предоставления превосходного сервиса, работа с жалобами пациентов, внедрение стандартов и управление качественным сервисом и санаторией, общие стандарты обслуживания, 8 шагов эффективной коммуникации с пациентом, пациентно-ориентированность и пациентно-центричность, пациентно-центричная модель санатория. В целью здоровья и сбережения персонала санатория открыта школа здоровья для всех сотрудников. В течение года еженедельно проводились встречи руководства санатория с пациентами. В рамках этих мероприятий на постоянной основе функционировала школа здоровья для пациентов, где выступали врачи, инструкторы-методисты по лечебной физкультуре, медицинские сёстры и демонстрировались мастер-классы. Проведено 47 встреч, в которых приняли участие более тысячи пациентов. В санаторий прошёл проверку системы менеджмента качества крупнейшей международной признанной ассоциацией по сертификации русский регистр. По итогам проверки экспертами и аудиторами подтверждено соответствие требований международных стандартов качества ИСО 9001 и ИСО 22000, процессов и документаций системы менеджмента санаторий в отношении проектирования, разработки и предоставления санаторием крупных условий проживания, медицинской диагностики и лечения, организации досуга, производства готовых кулинарных блюд и организации питания. Санаторий принял активное участие в российских и международных выставочных и научных мероприятиях. В рамках этих мероприятий представлены доклады «Непрерывное совершенствование деятельности санатория Пирогова», «Система менеджмента качества и медицинской реабилитации», «Как системы управлять качеством санаторий в родной организации», «Совершенствование бизнес-процессов на примере санатории Пирогова», «На всероссийской научно-практической конференции с международным участием в медицинные качества», На арее лучших практик внедрения системы менеджмента качества санаторий представил тему управления персоналом, как добиться командной работы. И в рамках сессии «Новые технологии медицинской реабилитации. Доклад. Система менеджмента качества и медицинской реабилитации. Опыт санатория имени Пирогова». На Всероссийском форуме здраво-лица 2023 для руководителей санаторий курортных организаций был представлен мастер-класс «Комплексный подход к системному управлению качеством санаторий курортных организаций», который получил высокую оценку президентом Национальной курортной ассоциации, академиком Разумовым Александром Николаевичем и участниками. Одним из самых зрелищных азартных мероприятий года стала Гердовская спортивная олимпиада 2023, которая в этом году проводилась по шестидинам спорта, по стольному теннису, плаванию, мини-футболу, волейболу, бегом на три километра, бельям. Победители и призеры олимпиады получили свои награды. В сплочении коллектива способствуют такие спортивные мероприятия, как скандин-марафоны, мастер-классы по различным видам спорта, день физкультурников, стиль и рыб. С целью популяризации здорового образа жизни создан и активно ведется в социальных сетях «Акама» и «Рогово-спорт». Проводится мастер-класс для пациентов и сотрудников по миофициальному релизу. Заслуги санатория высоко оценены экспертным сообществом. Санаторий стал лаборатором международной премии «Печевое безопасность» в номинации «Лучшая санатория в организации питания», лаборатором международной премии «Клиентского опыта» «Си-Экспорт Эборс» 20-20 премии в номинации «Лучшая инновация в 19-м году» и финалистов номинации «Лучшая практика использования обратной связи». На международном конкурсе «Клиентский» в виде актива мира санаторий заняло первое место в номинации «Медицинский и оздоровительный ремень». На Всероссийском форуме «Здравоцентство» вырабатывают золотые медали в номинации «Лучшая здравоцентрительского сервиса», «Лучшая здравоцентрительского сервиса», «Лидер цифровой трансформации», «Лидер предосходного особо субъективного степениста», «Лидер качества санаторий в организации». Важным показателем правительства работы коллектива являются многочисленные позитивные отзывы пациентов «Здравоцентрительского сервиса». Таким образом, 2023 год был самым сложным и напряженным за последние 9 лет, но не менее продуктивным и эффективным, как в предыдущие годы, для сплоченного и профессионального коллектива санатория по пути его непрерывного совершенствования. Я думаю, что это не просто достойная работа, это очень достойная работа нашего коллектива. Вы знаете, я в очередной раз, когда смотрел и задался вопросом, а есть такие организации, где могли бы так продемонстрировать работу в течение сложного, напряженного 2023 года. Поэтому, уважаемые коллеги, я хочу еще раз всех вас поблагодарить за ту насыщенную и благотворную работу, которая привела к этим результатам. Надеюсь, вы понимаете, что мы не смогли полностью представить в этом фильме все результаты, которых мы добились. Здесь изложены основные моменты. Поэтому это результат. Это в какой-то степени даже успех. И поэтому те трудности, с которыми мы столкнулись в этом году, они были достойно преодолены. И вы знаете, вот мне сегодня хочется вам сказать, вы видели, какому состоянию шторм привел наш бассейн. Я вчера и сегодня инспектировал. И надеюсь, что в ближайшие дни, буквально завтра, послезавтра мы начнем уже наполнять чашу бассейна, проведем весь необходимый комплекс мероприятий. И в Новом году, я думаю, что в середине или сразу после праздников, мы откроем наш бассейн и продолжим работу. Я хочу поблагодарить всех, кто принял в этом участие. Давайте еще раз поаплодируем. Потому что это событие мы все ждем в России. И, уважаемые коллеги, в завершении своего выступления я хочу поставить задачи на 2024 год. Прежде всего, это выполнение государственного задания. Это выполнение разработанного алгоритма действий при организации медицинской реактивации контингента СВО и реализация плана стратегического развития санатория на 2024 год, который мы представим в начале следующего года. Мы его обсудим на совещании административно-управленческого персонала. И, соответственно, основные положения доведем до всего коллектива на традиционных ежемесячных совещаниях начальника санатория со всем коллективом. И самая главная задача – это эффективное управление разработанной и внедренной пациентно-цитричной моделью, которая сегодня, основная задача – это повышение процента повторных пациентов. Благодарю вас за внимание, коллеги. Уважаемые коллеги, несколько дней нас отделяют от наступления нового 2024 года. Никто из нас не знает, что нам принесет этот год. Он наверняка будет не менее сложным, но я думаю, что коллектив, пройдя эти 9 лет, отработав основные навыки, разработав интегрированную систему управления качеством, которая является сегодня уникальной в здравоохранении Российской Федерации, это позволит преодолеть любые сложности. Я хочу весь коллектив поздравить с наступающим в 2024 году. Прежде всего, пусть этот год будет мирным, пусть этот год будет благополучным. Всем вам хочу пожелать развития личностного, профессионального. Пусть будет благополучие, мир, согласие в ваших семьях. И самое главное, чтобы мы уже не коллективу, а нашей команды, нашей семьей под названием Сарский военный клинический санаторий имени Николая Частрогова достойно встретили, а мы достойно встречаем наступление следующего года. И мы достойно его пройдем, и в очередной раз в конце года мы также подведем итоги и будем говорить о том, что действительно у нас есть и мы сохраняем устойчивое развитие. С наступающим 2024 годом!